Из Америки далёкой к нам ласутчикам лихим Колорадский жук подброшен летом жарким и сухим Хуже засухи и града этот жук из Колорадо Влез в ограду неспроста, съел картошки три густа Есть тебе не Колорадо, нам таких гостей не надо В огород пришёл без спроса, так отведай у пороса Катастрофа, у нас дыра в бюджете Ужас, инфляция растёт, как на дрожжах Трындец, доверие к власти на нуле Товарищ председатель, народ совершенно отбился от рук Представляете, не верят даже телевизору Это такая у вас оболтусы подготовка к празднованию первого мая? Так ведь всё в строгом соответствии с вашей директивой Просто возникла некоторая сложность Какая ещё сложность, Безголовченко? Сложность в нашем колхозе, как всегда, одна Народ И народ этот совершенно не демонстрирует нам свои трудовые успехи Не верят ни в мир, ни в труд И даже насчёт мая уже сомневаются Ну так бегите выясняйте, что сейчас интересует мой электорат Так уже выяснили Народ интересует рост цен и маленькие зарплаты Это что ты только что бракнул, Безголовченко? Это же кромола из телеграм-каналов! Ведь всем же было ясно сказано У нас зарплаты постоянно растут, а цены неуклонно снижаются Ты что, телевизор не смотришь? Смотрю, товарищ председатель Но эта кромола прочно сидит в головах наших колхозников Там у них вообще столько тараканов в голове Опять тараканы? Ну при чём здесь тараканы? Что у нас, нету других насекомых? Насчёт других насекомых, разрешите доложить? Докладывай Вскрыто, глубоко законспирированная, шпионско-диверсионная сеть вредителей Молодец, терпель, красавец! Давай поподробнее По оперативным данным, с целью поставить наш колхоз на колени К нам из Америки, из штата Колорадо, заброшены колорадские жуки Значит так, поручаю немедленно подготовить в телевизоре Новости о разоблачении сети американских шпионов в виде колорадских жуков Есть! Так и объявим Эти самые пресловутые колорадские жуки в связке с украинской разведкой Готовили теракты и диверсии на мирных дачах наших простых колхозников А также преступно организовали инфляцию и рост цен в нашем колхозе Ищите, кто виновник Кто сделал эти пакости Кто сделал эти мерзости Кто нас довел до бедности В ужасной обстановке Кто создал эти сложности в военной обстановке Ведь у него нет совести И он лишен духовности при всей его ничтожности Я знаю, кто вредитель Жук От него все мерзости Тварь Вот откуда сложности Врач Нас лишил доходности Используя уловки довел нас до нервозности При сложной маскировке довел до безысходности До неопределенности До полной обреченности Уважаемые колорады Братва В преддверии первого мая и начала дачного сезона Обращаюсь к вам со своим ежегодным посланием Ситуация складывается непростая По последним данным нашей разведки В степях Украины совершенно не оказалось того количества картофеля На которое мы рассчитывали Но не надо преждевременно жужжать Как мне доложили Достаточное для нас количество картофеля Растет на полях колхоза Светлый Жах Поэтому первоочередной задачей В наступающем сезоне для нас Является окончательный захват этого колхоза Внимание пассажиров, отправляющихся на дачи В связи с праздником первого мая Правление нашего колхоза резко, горячо, нелицеприятно, но при этом открыто Поддержало политику председателя Перетрахченко Ура, товарищи! Да здравствует наше социальное государство! Второй, второй, я первый Как слышишь меня? Прием! Слышу вас хорошо! Оперативную работу по изучению настроений граждан Приказываю начать! Есть начать! Слышали? Председатель Перетрахченко считает, что у нас прекрасное социальное государство Он много чего считает, наш прекрасный председатель Перетрахченко А разве нет? У нас же работают социальные лифты Социальные лифты у нас, может, и работают Но только не все могут купить квартиру в том доме, где эти социальные лифты установлены Не сгущайте краски, граждане! Не забывайте, в какое время мы живем Вокруг колхоза сжимается кольцо врагов, которые завидуют нашим успехам Вы ошибаетесь! Кольцо врагов сжимается от ужаса при виде того, что происходит в нашем колхозе О, это что, опять клещи объявились? Нет, товарищи, все еще хуже На ваши дачи проникли американские шпионы Колорадские жуки Так это из-за них у нас в колхозе такая разруха Конечно, колхоз не может встать с колен, потому что эти жуки поставили нас всех раком Причем по заданию администрации США Так значит, во всех наших бедах виноваты Штаты? А кто ж еще? Ведь это именно Америка отказывается печатать доллары для всех желающих Ужас! Поэтому нам, товарищи, в этой ситуации Нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность Нужно сплотиться вокруг председателя и крепить патриотизм На этот счет, товарищ идеолог, не волнуйтесь Я даже готов отдать жизнь за отечество Более того, я, как сознательный гражданин, уже к этому приготовился Замечательно! И как вам это удалось? А я составил длинный список чиновников, чью жизнь я готов отдать за отечество Это точно! Отечество без них только полегчает Представляете, коллега? В совбелке пишут, что у нас разоблачена целая шпионская сеть вредителей И кто на этот раз? Дайте угадаю Может быть, агенты ЦРУ из общества Аховы Птушек? Или скрытые позняковцы, которые пролезли в сериал про группу Песняры? Вы не поверите! Оказывается, все это время шпионы маскировались под колорадских жуков! Что вы говорите? А я-то думаю, кто это прогрыз дырку в моем семейном бюджете? Проблема, коллега, еще больше, чем вы ее себе представляете Эти колорадские жуки прогрызли дырку не только в вашем семейном бюджете Но и в бюджете всего нашего колхоза Вам, гражданин, чего? Сразу предупреждаю, чернила закончились Я не за покупками Я из конторы глубокого бурения по вопросу идеологии А с идеологией у нас все хорошо Я идеологически прекрасно подкована То есть вы понимаете, что государство без идеологии все равно, что обезьяна без гранаты? Конечно! А вот дачники это понимают? Вы же с ними общаетесь? Они вам что-то говорят? Например, про председателя Говорят, товарищ буровик, еще как говорят А что именно? Да почему-то все хотят, чтобы председатель тоже был на даче Так это же прекрасно! Простые люди желают любимому лидеру отдохнуть на даче После тяжелых рабочих будней на благо народа Да вы не поняли, товарищ! Люди хотят видеть председателя на другой даче На даче по Казани! Распетка, ты меня слышишь? Слышу Что-что? Да слышу я! Ты не ори, секретную операцию провалишь Докладывай, есть в этом колхозе картофель Докладываю В местных магазинах продается египетский картофель Китайский редис Польские огурцы Турецкий чеснок Израильский сельдерей Такое впечатление, что в этом колхозе кроме цен Ничего больше не растет Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью Мы рождены для будущих побед Привет, Вован! Слушай, у нас тут вторжение из-за океана Ну, колорад замучил Дай ядерную бомбу, а Здравствуйте, Шура Вы как-то без предупреждения нагрянули Ух ты! А что это у тебя за нарад, Вован? Это георгиевская ленточка Символ нашего русского мира Ничего себе! Так это твой русский мир Оказывается, коварно подбирается к моей картошке Это, Шура, наша вам братская помощь Ты, Вован, лучше расплатись со мной невозвратным кредитом Опять я должен платить? За что? За мои жестокие страдания Колорадский жук На колхоз мой вдруг Тут же и массово налетел Вы ошиблись, друг Ни к чему испуг Это русский мир прилетел И как мне это понимать? Так вперед в русский мир Свой колхоз к нам веди Интеграции скажем мы да Ты же знаешь, Вован Не отвечу никак Я отказан тебе никогда Эх, Табелла Здравствуйте, уважаемые телезрители В эфире программа «Жесточайшие пружины политики» Ее ведущий я Григорий Позаренок Сегодня я расскажу вам, как западные шпионы Посредством колорадских жуков В очередной раз разрушают нашу экономику Итак... Стойте! Стойте! О, колорадский жук это наш надежный партнер? Оказалось, что он окрашен как российский патриот А как же шпионы? А для шпионов мы подыщем другую цветовую гамму Логично, будет сделано Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Жесточайшие пружины политики» Ее ведущий я Григорий Позаренок Сегодня я расскажу вам, как колорадские жуки Раскрашены в патриотическую символику Служат делу интеграции между нашим колхозом и Кремлем Прямое включение Нужно прямо сказать Колорадский жук является дружественным нам насекомым И я его не понаслышке знаю Мы жили с ним и в Советском Союзе Поэтому скажу открыто Мы с колорадскими жуками пойдем до конца Слухай, дорогая Ну и расплодилась у нас колораду Стояться ж еще радовато Значит, дорогие, треба их заучесне протрутить Так, бля, морда в грядку Работает ОМОН А что здарилось? Мы с Юлчим не виноваты, а? Как это «невиноваты»? Только что в составе организованной преступной группы Вы планировали ликвидировать колорадских жуков путем отравления Ха, Юлчим тут криминал Как в чем? По последнему распоряжению председателя Травление наших колорадских союзников объявлено экстремизмом Молодцы, красавцы! Я всегда знал, что у нас есть какие-то спящие экстремистские ячейки Я давно в Апшура говорил, что шпионами у нас являются не какие-то колорадские жуки А собственные несознательные граждане Это да, и такое про меня говорят Ты не поверишь Обидно Да слез Мне ж все докладывают Знаю, любит народец вас Обзывать тараканом Это ж надо вот так оборзеть Невозможно терпеть А тебе дали кличку Моль Надо ужесточить контроль Сейчас усишь же Мишель вину Сейчас я их припугну Я найду этих пустомель Я пролезу в любую щель Установим везде жучки Мы же не дурачки Всяких разных жуков, пауков Люди страшно боятся Вызывать я желаю испуг Ты, Вован, хитрый жук Уникальнейший я клянусь Наш с тобою, Вован, союз Надо срочно Гринпис привлечь Нас должны уберечь Пусть экологи нас спасут А то штаты нас траванут А то Байден приговорит Исчезающий вид Мы должны в кратчайшие сроки Найти любую щель Любую брешь в этом Жесточайшем железном занавесе Наши голоса должны быть услышаны Передовым человечеством Много сытых навозных жуков Состоит в блоке НАТО Почему мы должны тут страдать? С холодухи сканать Мы прижучить должны весь мир Предоставьте же нам эфир А не то пропадут Кошмар Твои редких жучар Я вот что подумал, Наташа Ведь картошку наши дачники Из-под земли выкапывают Так? Так Тогда получается, что пульба Это полезное ископаемое А значит, я был прав Когда говорил У нас полезными ископаемыми Обязательно где-то прорвет Так вы же говорили про нефть Не придирайся, Наташа, к словам Пускай завтра все СМИ Так и напишут Как и предсказывал председатель В колхозе Светлый Жах Нашли нефть Которая похожа на картошку КОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОК Продолжение следует...